МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЛИФ, вот жить так вот счастливым, здоровым. Это образование, которое помогает проявиться твоим сильным делам. Это значит мечта, это значит сильное намерение. Это уже видение своей звезды, то есть увидеть путь, на него встать и на нем удержаться. Вот, собственно говоря, в этом мы хотели бы очень помогать людям. И роль медицины в этом, она такова, что ведь это продолжение всего естествознания, ведь это наука о самом себе, о человеке. И когда медицина действительно такова, как ее закладывали учителя, вот как они увидели тогда, еще в 19 веке, то она ведь задает тон всей жизни человеческой. Мне кажется, то, что каждый из нас должен задуматься в отношении того, как быть здоровым, как стремиться к тому, чтобы жить в гармонии с самим собой, в гармонии со своим телом, со своим духом, как быть доброжелательным, как стремиться к тому, чтобы своей энергией, позитивной энергией заряжать других и ориентироваться на добро. Для нашего края очень важно дополнить огромное богатство, данное Богом, данной природой, данное прошлой нашей истории, добавить духовной, нравственной силы нынешних поколений красноярцев, с тем, чтобы мы могли очень многое изменить, очень многое обновить в своем понимании этих задач развития. Тема сегодняшнего форума «От сердца к сердцу» она для нас выглядит некой дорогой в будущее. Каким быть нашему здравоохранению, медициной, да и не только на самом деле медициной, потому что масса специальностей рядышком, это и образование, это и культура, это физическая активность, они все рядом с нами для того, чтобы человеку, россиянину, быть здоровыми в будущем. Мы врачи совершенно разных специальностей. Это и терапевты, и хирурги, и онкологи, нейрофизиологи, даже организаторы здравоохранения. То есть абсолютно разные специальности. Получилось у нас порядка 20 специальностей разных. Также нас удивило то, что 18 из 44 были представители медицинских семей, то есть медицинских династий. То есть это люди были привержены, скажем так, профессии с самого детства. И бронхиальная астма, и сердечная патология, и постинсультные состояния, и посттравматические состояния, и проблемы женской сферы, мужской сферы. То есть в принципе весь спектр. Возможности в гомеопатии очень большие, то есть можно сказать как бы колоссальные, особенно работы с ребятишками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова